ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, вот такой, короче, военно-прикладное направление. Можно использовать все. Мы сегодня находимся из школы единоборств Олега Захарова. В основном у нас направление боевое самбо, рукопашный бой. Но боевое самбо, то есть самое хорошее, то, что собрано из разных видов спорта, это наше боевое самбо. Ходит и борьба, там, и борцовская техника туда, и ударная техника. Поэтому самая лучшая ударная техника, там, из бокса, там, из каратэ, там, собрано. У нас сегодня Вадим Старов, тоже мастер прикладных, единобор, сегодня в гостях. В отличие от простого самбо, в боевом самбо, есть удары руками, удары ногами. Практически это лучший арсенал из мира единоборств. Это борьбы самбо, это бокса. Краповые береты владеют самыми эффективными приемами. Приемами самбо. Это искусство рукопашного боя не раз выручало русских солдат. Здесь собраны самые жесткие элементы дзюдо и каратэ, вольной борьбы и классического бокса. Есть техника, где-то, 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 где-то. И вот это движение, и выхожу вот здесь на его контроль. Сразу же его выхожу на вот этот контроль. Подножки, подножки. Давай, давай, на себя. Здесь я его осаживаю. Я могу здесь его специально посадить. Вот, чтобы хорошо. Вот сюда его. Подмышку засовываю. И отпускать сразу на удержание. Я пошел, я привезу, я привезу. Узов, удар, в челюсть. Смотрите, это работа рычага. Заня, я подниму. И зуля, я поднимаю. И припозимаю его. И припозимаю его. Только тут есть. Они преподаются в школе Олега Захарова, в школе боевых искусств, да? Опять же, вот. Отсюда я забрал. Отсюда вышел, вышел всегда, чтобы применять рычаги, которые будут в данном случае сейчас. Замба создавалась из лучших отечественных видов борьбы. Это куреш, куряж. Это узбекская, это таджикская борьба. Это... Это молдавская тында, броски. Это грузинская чау-бау, да? Я вхожу ближе, забираю, и вот рычаги. Опять же, подбивы, подсечки, да? И вот хорошо. Если же... И вот хорошо. Вот его плечо, и вот выходить перед заднюю подножку, и забираем. Ты играешь, не играешь, потом неделю-однадцать. Отберешься, мы молодежь. А где играть? Абсолютно. Пальцик там нет. Да, я помню, ты видел, пел подаст их в юмах. Работа. Ты егер. Хороший парень. Снимайся в поле. Раунд 6, 6 на 6, 5 на 5, 6 на 6. Да. 107, 9. А вам мало? Маленько, нам надо физически потянуться. Физически. Пальцик, да, да, да. Физически. У него нет, да, Пальцик, да? Успокойся, можно выше. Вот такой, короче, военно-прикладное направление. Можно использовать все. Две техники, спортивная самба, аналог дзюдо, дзюджи. Вторая техника, самба для военных, для полицейских. Мы работаем человеком. Посмотрите. Сразу же сюда контроль. 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 Пойдет удар. Это пойдет удар. Это пойдет удар. Это пойдет удар. Наносит удар. 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 Работа. Это техника. Работа. Я что-то испугался. И здесь идет сразу же техника подушения. Удар. Работа в парк. И контроль. Раз, два, три. Психическая энергия. Иначе, может быть, энергия. Мы с вами находимся в школе боевого самба. Школа единоборств. Единоборств. Она называется. Вот мы и находимся в школе боевых искусств Олега Захарова, мастера спорта, боевого самба международного класса, который брал Европу, Россию и является тренером высшей категории как по рукопашному бою. Вот. Финальный бой. Напоминаю, синяя куртка Захаров, Афанасьев красная. Афанасьев спортсмен представляет школу самбо-70. Он победитель региональных турниров у самбо и дзюдо. Боксирует в маске. Олег Захаров мастер спорта международного класса. Победитель международных турниров. Захаров отличается сильным характером. Очень терпеливый спортсмен. Чуть-чуть короче сделал работу. Вышел на контроль. Нашим системам, она ударит. Немного рука. Наработаем пар. Наработаем лобби, печень. Здесь. Здесь. В отличие от простого самбо, в боевом самбо есть удары руками, удары ногами. Практически это лучший арсенал из мира единоборств. Это борьбы, самбо, это бокса, это ударов ног каратэ. Мы находимся в школе боевых искусств Олега Захарова, мастера спорта, боевого самбо международного класса, который брал Европу, Россию и является тренером высшей категории как по рукопашному бою. И на сегодняшний момент боевое самбо является самым лучшим в мире, что доказали наши бойцы. Боевой. Очень многогранный боец Каримов. Это новое только у нас. У нас очень редко проводятся действительно бои без правил. Боевое самбо в ринге. А в Японии, например, есть направление... Только один даже? Нет, это прайд. У нас или в Голландии тоже? В Голландии тоже, да. В Голландии тоже нет места. Я не отстроился, вышел на контроле. Я через эти техники работаю. Здесь я работаю. Интересная техника. Вот это я понимаю. Переход на болевой. Да, да, да. Я думаю, что здесь шансов осталось очень мало. Да, разорвал. Делать можно практически все. Ислам Каримов, красный курт. И еще напоминаю Олег Захаров, синий. Олег Захаров, мастер спорта международного класса, боевое самбо. Его задача сейчас удержать Каримова на дистанции, не дать ему возможность бороться. Система спецназа, это очень жесткая система. Великолепно у Широ. Корпус проводит Захаров. Нужны страсти на победу. Совершенно верно. Это же очень рискованно. Обо мастер рисковать не имеет смысла. Чревато. Удар в голову, удар в горло и удар в пожаре. Полный контакт коленом и головой в голову, конечно. Могут оценить люди, которые хотя бы единожды, если не боксируют, то по крайней мере одевали перчатки. Удар в голову, контроль, 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 работа. Будет работать в стойке, то он явно проиграет. Мне кажется, ему необходимо сейчас перевести бои в парках. Ну, мне кажется, у него нет пока никаких возможностей порвать эту дистанцию. Удар по глазам, удар в горло, удар в пах. Олег тем временем методично обрабатывает корпус противника. Очень жестко бьет и правой, и левой ногой по корпусу и добавляет головой в голову. Видите, он примеривается, показывает, что он якобы был убит. Как хорошо Захаров уходит из этой ситуации, а? Посмотрите, казалось бы, хороший проход в среднем секторе, захват ноги. Удар в ухо, работа и контроль этой руки. Контроль здесь еще ухо. Три точки контролируем. Я его забрал. Патронат. Пошла чемпиональная минута. Третьего перерыва. Давай, давай. Опять голова колена. Коленом отвлекает, бьет головой. А хорошо держит удары. На ринг вызываются все участники, и Олег Захаров получает положенное и заслуженное. Олег становится чемпионом России по боевому самбо. Боевой самбо является самым лучшим в мире. Помимо всего прочего, мы еще работаем на пальцах. Уже чувствуешь, да? Ну, опять же, индивидуальная особенность, да? Вот эта работа. Теперь посмотри. Здесь работа, работа здесь сидит на пальце. Посмотри. Ну, начинаем друг друга пальцы прикладывать, да? То есть, вот мы начинаем. Затем, опять же, посмотри. Здесь вот эти вещи. Я начинаю работать. Я могу выходить вот отсюда. Второй момент. Я могу выходить здесь на вот эти элементы. Я могу выходить, посмотреть, вот здесь, через удар, вот отсюда, посмотри. Через вот эти моменты я здесь как бы создал какие-то вот эти вещи. Со стороны, ну, ты меня где-то прихватил как бы. То есть, посмотри, видишь, они спрятаны. Вот я, допустим, этим пальцем где-то здесь там, да? Вот эти вещи. Опять же, посмотри, видишь, здесь палец пошел. Здесь вот опять же эти вещи идут. Прикладные вещи, то есть это раздел боевого самбо, да? Который был военно-прикладная техника, да? Для армии и для спецподразделений, там, полиции, там, ДГБ, там, да? Вот эти вещи. Палкой связано, чтобы мы показали, что палку, чтобы начально делать палку. Да, да, да. И после этого докрутишь, что человеку не надо ни сил там прикладывать, а просто взять. Что такое рычаг? Рычаг – это первое твердое тело, да? Имеющие неподвижную ось вращения. Рычаг – это простейший преобразователь. Ди мне двумя руками, опять же, здесь, опять же, посмотри. То есть вот это все рычаги, это, опять же, рычаги. Вот я вот здесь, через, ну, сейчас был один рычаг, сейчас был короткий рычаг. Вот это я вначале сработал рычагом силы, потом я поменял точку аэропор, и я уже перелил на рычаг скорости. То есть это просто уже, ну, как это, биомеханика рычагов. Он стоит, да, или так вот на меня. Оп, вот, я его звонил. Смотри, уже нога осталась. Вот, смотри, видишь? Вот, уже от нога осталась на болевой. Удушающий, вот, оп, зашел. Тут тоже можно бросок. Вот, можно бросок. Раз, раз, видишь? Прошел, опа. И на болевой здесь прошел. Кривые вот такие удары. Прикладной вид спорта, это в основном, на поражении, на, они идут. Это для воинов, для бойцов, специального назначения, там, разведательной группы, там, лиц. Поэтому там комментарии, там, они не могут там сделать, потому что прикладной вид спорта, это от ножей, от пистолетов, навыки, это тренируется, это моментальное резкое движение рук. Это, на это надо заниматься, развивать биомоторик. Идет, то есть идет раз, идет два, идет три, идет четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. У вас опыт большой, проехали, проездили в жерке. Это, думаю, сегодня познавательно было. Вики специально развивающие, подавляющие упражнения. Для сотрудников тоже, это, наверное, они, видите, они заинтересовались, начали узнавать про вас, там, смотреть уже сайты. То есть различные вот эти, да, вот эти вещи, и опять же, то есть, ну, то есть, почувствовал, да, они быстро нарабатываются. Но более короче, посмотри, вот там, вот эти вещи. Через вот это, то есть, раз, я бить, ты так сломаешь шею, Вась. Нет, я сразу. Уже смотрят, вопросы уже задают, ну, интересно стало. Вадим. Спасибо большое за мастер-класс. Вадим сегодня приехал. Теи школы боевых искусств Олега Захарова. Было сегодня очень интересное занятие. Всем нашим гостям огромное благодарность. Спасибо за то, что приходите, делитесь опытом, делитесь знаниями. Сегодня очень много было интересного, познавательного. Будем отрабатывать приемы. Должна быть комплексная подготовка, физическая подготовка, раз, техническая подготовка, психологическая подготовка, тактика, стратегия, должна быть медицина, там, реабилитация после боевых столкновений. И, конечно же, юридическая правовая подготовка, да, чтобы ты был, то есть, ты не превышал необходимые меры, да, и все-таки ты был, ну, человеком, жил в этой стране. Еще, Олег, я, да, у нас еще, да, как говорят, до новых волнующих встреч. Я хочу просто, сколько, мы, наверное, лет 12 не виделись с Олегом, там, с нашей общей компанией, ну, вообще, там это отдельная, как бы, история. Я сегодня провел целый день со своим другом, с Олегом Захаровым, мастером спорта международного класса имени его, как бы, школа. Он является майором полиции, инструктором, мастером, победителем всех. И вот, я очень рад, я увидел очень много для себя интересных вещей, которые показал Олег. Ну, это, на самом деле, чувствуется мастерство, умение переходить с приема на прием, когда у тебя что-то не получается, ты не как бультерьер, да, а именно с одного на второй, на третий, как вот этот. Ну, и... Идет преследование. Да, идет преследование. Ну, провели день результативно, аппетитно, хочу сказать. Поэтому я, Вадим, и показал места, где работаю, где, там, тренирую. Увидел хороший дворец спорта у нас, да, там, где можно поплавать, где можно побоксировать в зале есть. Где, у нас футбол, волейбол, можно баскетбол играть, и борцовский, и боксерский, там, у нас все, наверное, тренажерный зал. Продолжение следует... Продолжение следует...